Здравствуйте, Юрий. Приветствую вас, Анастасия. Спасибо за приглашение. Всегда рад и слава Украине. Гором слава. Дякую вам. Что ж, начнем давайте с информации, такой немножко, которая шокирует. Пишет CNN ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США, что в конце 2022 года Штаты начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, что стало бы первой ядерной атакой в войне после того, как Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И пишут в издании, что в этот период с конца лета до осени 2022-го Совет нацбезопасности США созвал ряд заседаний, чтобы разработать планы действий. Как думаете, разработан ли такой план, если он сегодня на столе у Байдена? И что, говоришь, Штаты, есть ли сегодня еще какая-то угроза из того, что мы слышим, или уже все просто привыкли к тому, что нам угрожает с экраном российских телевидений, также российские власти, и сегодня, как таковой, угрозы уже нет? Ну, это, мне кажется, слегка завышенный оптимизм, потому что я, наоборот, вижу из того, что информация, которую вы только что мне сообщили, это то, что мы с вами обсуждали с другими журналистами о том, что в это время, вот в 2022 году, о том, что может быть такая вероятность, но, с другой стороны, вроде бы Россия ничего не делает, это только слова, поэтому мы не будем слишком нервничать, но, с другой стороны, мы помним, что было выделено средство на подготовку украинцев к тому, что делать в случае ядерной атаки, то есть это прорабатывался, и, безусловно, бесспорно, план есть. Ох, планы у нас всегда есть. Просто проблема в том, что, как сказал Майк Тайсон, у всех есть план, пока не получил в челюсть. После этого планы иногда, ну, происходит то, что может происходить. Но планы, конечно, есть. Это слово «планы» еще использовал Трамп в своих целях, когда он говорил, что ему предлагали напасть на Иран. Вот план. План есть на все, что угодно. Но дополнительно тогда, учитывая новую информацию, нужно признать, что Соединенные Штаты, опять же, каждый раз, когда Россия начинает заявлять о ядерной угрозе, начинает дипломатическим образом пытаться надавить на Россию, чтобы они перестали об этом говорить. И это происходит по каналам, как и напрямую через какого-нибудь директора ЦРУ Бернза, но это также происходит через Китай, через других посредников, которые могут эту мысль донести до России, насколько это опасно. То есть мы видим, что происходит действие сразу по нескольким плоскостям. С одной стороны, дипломатическое движение, с другой стороны, военное, с другой стороны, подготовка населения, средства, которые должны потребоваться. Все это воспринимается невероятно серьезно. Интересно в каком-то смысле, насколько это по-разному рассматривается, мне кажется, из Украины, из Европы, из Соединенных Штатов, из России. И не углубляясь в это, просто скажу, что у всех своя уникальная, своя точка зрения на последствия такого удара. Но это говорит, в принципе, о том, что мы оказались в более опасном мире, в котором такого типа вещи, по крайней мере, обсуждаются. Так же, как заявление Макрона о том, чтобы послать солдат во Францию, в Украину. Это тоже заявление, или санкции, и та помощь, которую Соединенные Штаты оказали Украине за последние два-три года. Это было бы неожиданно, мягко говоря, если мы об этом говорили, в прошлом. Но мир движется семимильными шагами. И вот теперь мы уже говорим о том, что Соединенные Штаты готовились. Естественно, я уверен, что готовится и сейчас, потому что Путину, в принципе, нельзя доверять. Поэтому какие мысли придут ему в голову, и какие у него планы, какие многоходовочки он себе задумал, и как он будет собираться нами решать свои проблемы, мы узнаем потом. А сейчас нужно готовиться иметь планы и давать деньги, средства на эти планы, проводить тренировку этих планов, разыгрывать, и быть готовыми, чтобы надежда, видимо, deterrence, то есть предотвращение, быть настолько готовыми, чтобы люди не подумали даже об этом думать. Ну вот, часть подготовки, мы должны об этом знать. Но это не причина к панике. Просто нужно понимать, что всегда, когда такого типа вещи происходят, они имеют противоположный эффект. История, которая, возможно, не донеслась до Украины. У нас сейчас говорят о том, чтобы, возможно, запретить аж ТикТок, или, по крайней мере, потребовать, чтобы владельцы его развязали себя, отвязали себя от китайской коммунистической партии. Ну, такие скромные желания. И САП-комитет Конгресса рассматривал это. И перед тем, как они вынесли решение, было непонятно. У них всегда, знаете, партийные решения, демократы сюда, республиканцы туда. А тут ТикТок решил, что нужно вмешаться. И они поставили на экраны своим зрителям, что срочно свяжитесь с вашим членом Конгресса, потому что нас могут запретить. И на лидеров Конгресса выпал шквал звонков, после чего они проголосовали единогласно за то, чтобы запретить ТикТок. Поэтому тут можно и переборщить с такими действиями. Надо как-то понимать слегка ситуацию. Да, серьезно, конечно, ну что ж, будем так же наблюдать. Но если вернуться к статье CNN, там говорят еще о том, что одним из аргументов в пользу применения ядерного оружия Путиным была потеря Херсона, которую россияны якобы считали своей территорией, включали часть области в свою конституцию, ну и по своей доктрине могли бы задействовать ядерное оружие. Но не случилось, слава Богу. Есть еще один момент, да, вот то, что Россия очень боится НАТО, как они сегодня все реагируют на заявление Макрона. И вот накануне первый зампост пред РФ при ООН говорил о том, что в России теперь есть доказательство того, что советники НАТО непосредственно находятся в Украине и координируют удары в СУ, что уже получается тоже, как бы, да, они воюют с НАТО. А вот такой шаг, да, есть, доказательства уже есть, все это не, еще не повод применять ядерное оружие или еще что делать, я даже не знаю, они знают, все у них там под контролем, но они в шоке с того, что говорят Макрон, и ничего не делают, получается. Анастасия, вы сказали столько всего, на что хотелось бы ответить, что я даже не успеваю записывать все эти моменты. Возможно, нам придется отмотать и разобраться. Но, во-первых, мы знаем уже, что Россия, у них более заниженный порог того, когда они готовы использовать ядерное оружие, чем они до того заявляли. Заявления были такие, и выводы, видимо, были такие, что если режиму Путина ничего не угрожает, то они не будут использовать ядерное оружие. А тут мы видим совсем другой уровень, когда планка на самом деле намного ниже, когда они согласны использовать ядерное оружие. Это важно отметить. С другой стороны, опасность России даже не в том, что они могут ударить по Украине, а в том, что они могут в принципе решить нажать на кнопку, после чего непонятно, что может произойти. Они могут уничтожить Воронеж. Я в принципе жду, когда они это сделают, потому что это, знаете, всегда у этих диктаторов, Трамп, Путин, кто угодно, они первым делом берут в заложники своих собственных, те, кто за них. И вот это то, что сейчас все люди, которые живут в России, являются заложниками российского режима, которые расправляются с людьми как нужно, и если проще ударить по своей территории, чтобы все испугались и близко не подходили, ну, значит, ударят по своей территории. Особенно своя территория, это вообще безнаказанность полная, люди не сделают ничего. Как мы знаем, в России выборов нет. И надежды нет, и выбора нет, и поэтому они могут ударить по собственной территории, это может быть также опасно. Так что в какой момент, когда они до этого дойдут? Но и присутствие западных войск в Украине тоже интересная тема, потому что, например, Израиль сейчас согласился, дал согласие передать систему раннего предотвращения, раннего предупреждения, которое они до того не готовы были, а вот теперь Путин их довел, и они готовы, значит, помогать Украине. Прекрасно. Слава Дарвину. Но вопрос, это означает, что израильские войска, военнослужащие должны теперь быть в Украине, для того, чтобы установить эту сигнализационную систему, для того, чтобы наблюдать за ней. Так что, значит, ну, естественно, есть какие-то западные советники хотя бы оружие передать. Это следующий момент. И, конечно, западная разведка давно изначально помогает Украине. Это вообще не вопрос, потому что наша разведка использует, даже когда у нас денег нет на то, чтобы передать оружие, наши средства информации пишут о том, насколько наша разведка близко работает с Украиной, чтобы дать Украине, по крайней мере, всю информацию, которая у нас есть, и которую потом украинцы используют, уничтожая русское оружие, русские боеприпасы, русскую логистику. Так что в этом, понимаете, тут как бы четыре разных зверюшки, которые связали, сшили в одного Франкенштейна вопроса. Поэтому я пытаюсь как-то разобраться, поэтому понять, что да, там есть угроза от России, да, есть военнослужащие, но у них в голове, у Кремля, там в голове вата, которую они сами себе и сделали. Поэтому придумать, что, наверное, нужно смотреть Скобееву. Вы знаете, я вот Скобееву, меня к ней пригласили четыре года назад, я пошел из интереса, она меня спрашивает, а есть ли в Америке будут беспорядки после выборов, типа Майдана? Я просто начал хохотать, думаю, о чем она говорит. А потом вижу 6 января, так что она, значит, знала заранее, что происходит намного лучше меня. Поэтому в каком-то смысле, чтобы понять планы, то хорошо подготовленным журналистам в скафандрах нужно заглядывать и смотреть, что там говорит Владимир Соловьев или какая-нибудь Скобеева, потому что что там на языке. Но это опять же, к чему, какая реакция на Западе на все это? Они что, пугаются? Нет, конечно. Просто растут военные бюджеты. Соловьев, Скобеев, все это подкапливает, помогает растить военные бюджеты США и развивает гонку вооружений. Еще один интересный момент пишет издание БАЗа. Московских полицейских перевели на усиленный режим работы после сообщений иностранных дипмиссий о возможных терактах. И я скажу, что это началось со Штатов, Великобритания, а теперь уже из Швеции, Латвии, Литва, Южная Корея, Нидерланды, Германия, Канада все призывают граждан своих покинуть Россию или не ехать из-за возможных терактов. Как думаете, насколько серьезно, когда предупреждения идут не от СМИ, а вот именно от посольства и дипмиссий? Я вижу два момента. Во-первых, с точки зрения журналистики, мы теперь видим, что мы полагаемся на заграничных дипломатов, на информацию. Журналистики там как бы не оказалось, и теперь это западные дипломаты. Это печально. Но это факт. А с другой стороны, я думаю о том, как проходит избирательная кампания в России, когда изоправляет ФСБ. То есть вместо того, чтобы предложить избирателю повестку, которую избирателю может понравиться, они решили избирателя запугать до такой стадии, чтобы избиратель вообще не подумал о том, чтобы рыпаться близко не пришло в голову ему, и ничего по этому поводу не делать, и делал все то, что ему сказали по указке. И вот по телевизору, телевизор включил, телевизор посмотрел, телевизор сказал, так и сделай. Так что вот это печальная ситуация. Плюс, конечно, заложники российского режима. Я не понимаю, каким образом могут еще оставаться граждане Соединенных Штатов, у которых есть двойное гражданство. Любая связь с Соединенными Штатами находится сейчас в России. Друзья, бегите. Это страна, где железный занавес может рухнуть вниз в любой момент. И тогда вы все становитесь частью обменного фонда потенциально или жертвами репрессий показательных. Это просто... Я был в России, мне было... Как-то я, как вам сказать, был очень неуверен в том, что это было правильное решение, и даже мне пришлось летать на самолете, сделанном в России. Но я прилетел туда и улетел туда, и это было давно уже, теперь получается лет пять. Ситуация очень-очень-очень изменилась. И за последние два года, и за последние несколько месяцев родители Эвана Гершковича сидели на выступлении президента Байдена в Конгрессе и говорили... То есть люди, родители российских заложников сейчас являются гостями американского президента на его ежегодном послании перед Конгрессом. Вот до какого уровня мы дошли. Поэтому когда начнут отзывать послов, что произойдет дальше? Вот это, знаете, Россия не знает, в каком месте Советского Союза остановиться. Они хотят, так сказать, сразу проскочить к моменту разрыва отношений с западными странами. Куда они стремятся? Здесь тоже интересный вопрос еще. Да, если... Даже вот Россия бы хотела, конечно, вот предупредить своих граждан, там же Симоньян, она возмущается, что все знают что-то, и никто ничего не говорит России. Да, вот здесь так же интересно. А вот если бы это сказали тайно по каких-то каналах спецслужб России, как они что бы вышли, вы сказали своим гражданам, что скоро вас там где-то прихлопнут на одной из площадей, или как это было бы? Вот вы так же, да, вот сказали, что, ну, вряд ли сегодня Россия была бы, да, той страной, которая бы предупреждала особенно других граждан. Ну, здесь совсем как-то смешно звучат все мнения. Ну, я на месте. Вопрос-то здесь какой? Ведь россияне с удовольствием, они очень ловят информацию, но они не верят официальной информации. Это опять Советский Союз. Когда человеку не верят, когда он говорит, я из государства, вот поэтому и не верят, потому что он официальный. А то, что россияне сейчас, и вообще русскоязычный мир рухнул в эту яму погребную под названием Телеграм, где это просто все анонимно, и ты сам решаешь, кому ты веришь, кому ты не веришь, это такая безотчетность. Конечно, понятно, почему ФСБ выгодно таком, чтобы всех держать в этом болоте. Поэтому люди получают какую-то липкую информацию, почему ты, чем липче, чем тебе больше нравится. Это ведь человеке так устроено. Мы лучше всего реагируем на информацию, которая совпадает с нашими предвзятиями. Поэтому, когда мне говорят, что Путин, у него есть двойники, ну, я как-то и так так думаю. Соответственно, мне легче в это поверить. Или то, что Путин тем нравится людям, что он в холодильнике, или еще что-то. Почему-то эта информация разлетается просто моментально. Или то, что дают помощь по чайной ложечке, или то, что Джейк Саловен, агент, я не знаю, марсиан. Это пожалуйста. А вот то, что могут быть террористические акты, которые проводит ФСБ, и они не первый раз, и Рязанский сахар, и вообще все это, ну, документировано. Ну, это, знаете, об этом даже как-то говорить неинтересно. Так что просто уровень другой. Люди ждут смерти Путина. Все то, что не связано со смертью Путина, кажется продолжением одного и того же кошмара. Поэтому надо предупредить, что ядер, что террористические акты, все это будет против Путина. Что на самом деле так и есть, потому что страна – это Путин, Путин – это страна, атака против людей в стране – это атака против Путина. Давайте поинтересуемся. Может быть, это приведет к какому-то интересному результату. Да, Путин, тем не менее, еще планирует жить. У него там планов еще на лет 10. Ну, и, конечно, он ждет Трампа. Очень ждет Трампа. Тема, конечно, выборов США берет свои обороты, очень все интересно развивается. Вот сказал Байден, что это зависит от его поведения на вопрос, планирует ли Байден идти на дебаты с Трампом. Как по вашему мнению, сегодня все развивается. Ну, я так понимаю, что Трамп очень хороший популист, он может очень хорошо сказать, да, и вот теперь якобы он хочет показать, что что, Байден боится, или что. Вот здесь важно понимать, в какую сторону играет Трамп, чего ожидать, и вот насколько важно для американцев вот эти также словесные перебалки между Трампом и Байденом. Хотелось бы думать, что люди, которые ценят вот такого типа риторику, общения, да, такого типа люди будут смотреть дебаты, но такого типа людей уже и так знают, за кого они будут голосовать, потому что наша публика, Анастасия, самая осведомленная публика, им не нужно смотреть ни дебаты, ни рекламу, они уже все знают, поэтому для таких людей какая разница, если есть дебаты. Значит, нам дебаты не нужны. Кому они нужны? Ну, конечно, было бы для шоу интересно посмотреть, что происходит, но вспомним, что у Байдена и Трампа уже были одни дебаты, на которые Трамп пришел больной ковидом и попытался заразить Джо Байдена. Команда Джо Байдена это помнит, команда Джо Байдена это ему не простила, и его, а теперь мы видим, что у Трампа раны на руках, которые говорят, кажется, про сифилис. Поэтому я не знаю, чем теперь Дональд Трамп хочет заразить Джо Байдена на дебатах, но, как сказал Джо Байден, конечно, Трамп хочет заниматься дебатами, ему делать нечего. У президента, я уже, так сказать, ухожу от цитаты, у президента много-много дел, которые ему, кстати, не дает разрешить Дональд Трамп. Поэтому у него есть руки полные, чем заниматься. Израиль, Украина, Южная граница, Тайвань, экономика, государство по списку. А Дональд Трамп сидит перед телевизором, огрызается, бросает в него кетчупом и просит, и вызывает Байдена на выборы. Что произошло, на дебаты, что произошло на прошлых, вот на этих единственных дебатах, кроме попытки заразить ковида, это было уже потом, мы узнали, что Трамп был, скорее всего, болен, а тот факт, что ему сказали «шарап, мэн», или там, его пришлось остановить. Трамп не такой, как вам сказать, он все плохо делает. Мы это слышим и от порно-звезды, мы это слышим и от его людей, которые бизнес с ним вели, и политику, но не получается, не знаю, что у него, у него на толпу рычать, вот шарлатан такой, нахрапом, и говорить людям то, что им нравится, это у него получается. Все остальное с большим-большим трудом. Поэтому даже дебаты, как после той речи, которую произнес президент Байден, я думаю, что республиканцы поняли, в какой ловушке они оказались, как они сами себя туда завели с Трампом, потому что они дали Трампу, поскольку он такой нахальный, и так им грозит своей кончиной их карьеры, они его поддержали, а теперь они понимают, какой это слабый, уязвимый кандидат, и то, что он может рычать и требовать дебатов, может быть, он получит дебаты, может быть, он не получит дебаты, это уже решение Байдена, потому что мы видим, что Трамп здесь показал свою слабость, он просит, значит, теперь решение сильного Байдена, давать ему это или нет, и что решит команда Байдена, и сам Байден даст согласие или не согласие, так и произойдет, но Байден очень хорошо развел какой-нибудь Марджери Тейлор Грин, когда они просто, он вызывает людей на ответ доброй улыбкой, мне это очень напоминает мое отношение с моей бывшей женой, почему-то, когда я ей удыбался, ее это еще больше злило, поэтому то, что мы наблюдаем с Трампом и Байденом, это ситуация, которую просто мы видим, как разваливается Дональд Трамп, почему так Ники Хейли долго держалась за эти выборы, ее просили, чтобы она не выходила, потому что всегда есть такой вариант, что к концу дня Трамп уже просто потеряет вообще, так сказать, его упекут сумасшедший дом, но до тех пор, вот, имя ему будет требовать дебаты, он будет требовать внимания, у него есть свои новостные каналы, у него есть свое ядро, у нас сейчас предстоит перед нами очень долго избирательная кампания, из которой и так все понятно, потому что, возвращаясь к началу вопроса, наши зрители и так все знают. К слову, писали также ранее Нью-Йорк Таймс, что Трамп срочно ищет деньги для поддержки своей президентской кампании, и именно поэтому он якобы встречался во Флориде с миллиардером Илоном Маском. Что там с деньгами, насколько все плохо, неужели Маск может дать эти деньги? Здесь также интересные вопросы, как так, что у Трампа денег нет? Это момент, который хочется взять циников, которые говорят, деньгами все можно решить и напомнить им, что ни деньгами, ни судами все здесь не решится, решится здесь только голосование, потому что единственное, что может остановить Трампа, видимо, это мы избиратели, каждый из нас потихоньку своим голосом в своем штате все мы вместе, потому что суды не могут, они ему, мы видим, как Верховный суд сейчас уже перенес его суды, основные главные за мятеж 6 января, за кражу документов секретных, перенесли, скорее всего, до-после выборов. Все равно правосудие его застанет и поймает, но в тот момент, когда он уже будет смертельно ослаблен тем, что он проиграл на выборах 2024 года. Вся эта машина правосудия постепенно, постепенно закрутилась, закрутилась, завертелась, и теперь опять надежда на избирателей. Нечто подобное мы наблюдаем с деньгами, потому что у нас достаточно есть веские причины, подозревает, что у Трампа денег нет, потому что, во-первых, все деньги, которые он собирает, он тратит на адвокатов, то есть его избирательная компания в плачевной ситуации, если посмотреть на то, что информацию, которую они подают, потому что нет у него денег, у этой самой Ники Хейли больше денег, чем у Трампа. С другой стороны, у него недвижимость, недвижимость, это означает, что он все свои деньги берет и куда-то вкладывает, потому что они сами по себе не сидят и ничего не зарабатывают, значит, ему нужно срочно ликвидировать свои деньги, перевести их, как бы окешить, переполучить наличные, а это большая сумма, но ему это удалось. Значит, возможно, он свои здания уже подставил под залог, мы до конца этой детали сейчас еще не знаем, возможно, он получил деньги через одну там залоговую компанию, которая там в Совете директоров сидит человек, который друг с Дмитрием Саймсом, Дмитрий Саймс, агент Кремля, возможно, там передали таким образом. В каком-то смысле это навсегда, поскольку это Трамп, то это, скорее всего, нарушение закона, и за этим будет следствие, которое будет двигаться слишком медленно, и когда уже будет все понятно, настигнет кара Трампа, и с ним разберется суд и штрафы. Так что, конечно, у него не должно быть тех сумм, ему еще предстоит сейчас, он у него нашелся 90 миллионов, залог под 90 миллионов долларов. Это сильное заявление. Теперь посмотрим, если ему удастся перепрыгнуть еще через планку 450 миллионов долларов, что намного выше. Но если ему удастся и это перепрыгнуть, в каком-то смысле это признание того, что он продался, и тут вопрос только кому. У кого такие деньги, кто мог ему дать такую сумму, потому что у него таких денег быть не может. Просто по определению у него не избирательная компания нет, и по бизнесу ему такие кэши не нужны. Значит, он у кого-то ее взял, но теперь мы просто решаем, как избиратели, опять же, берем все это, суммируем, думаем, кому принадлежит Дональд Трамп. Явно не нам. Явно кому-то, кто дал ему очень много денег и контролирует эту судьбу. Плюс мы знаем, что вот эти суды, которые Трамп понимает, если он проиграет в суде, то ему кранты, потому что тогда он уголовник, есть опросы, люди не будут за него голосовать достаточное количество, что ядро его не спасет. Но тот факт, что он сейчас избегает суда, на самом деле не играет в его пользу. Потому что ощущение у людей такое, что мы хотели бы, чтобы все это решилось до выборов. И тот факт, что это все еще не решается, на самом деле идет в минус Трампу, потому что это не дает нам нужную информацию, независимым избирателям в данном ситуации, которые хотели бы, чтобы все решилось, можно было посмотреть на Трампа как голого и понять, хороший человек, хорошая политика или уголовник. А он нам не дает этого сделать, он отказывается. Ну, значит, нам придется как-то принимать, догадываться, базируясь на том, что мы и так уже знаем. А деньги, посмотрим, если он сейчас найдет 450 миллионов долларов, то его связи с КГБ еще даже ближе, чем, видимо, мы подозревали. Интересно, что какую, знаете, конспирологию по этому поводу запустят, потому что будет расследование Вашингтон-Пост, наверное, будет расследование Департамента юстиции, но, наверное, Телеграм-канале какого-нибудь расскажет какой-нибудь, знаете, какую-нибудь замечательную утку, которая всем понравится. Вот так и живем. У нас, кстати, когда эксперты говорят о Трампе, часто говорят, что давайте сейчас не будем как-то резко высказываться в его сторону, ну и со стороны власти украинской также было бы неправильно, а то потом будет неудобно, если вдруг, да, вот Трамп победит. Это все понятно. Также просят журналистов там, да, вот не сильно какую-то сторону принимать, да, это все понятно, все должны быть объективны, но когда к Трампу едет на поклон пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан, и который просит его вернуться опять стать президентом США и принести мир, а мир в голове Орбана это сегодня остановиться там, где сегодня есть наши войска, то есть это не мирный план Зеленского совсем, это план Путина остановиться, а потом, конечно же, продолжить. И вот он едет и проводит с ним встречи. Такие встречи, что они значат сегодня и насколько к ним нужно быть внимательным? это очень важный вопрос, Анастасия, вы задали, потому что с одной стороны, да, Украина не может играть роли в выборах в Соединенных Штатах и, так сказать, и делать то, что можно было бы, если бы Украина хотела принять участие, я даже не говорю на том уровне, на котором это делает Россия, которая просто открыто вмешивается в наши выборы, а просто, ну, высказаться, поддержать какого-то кандидата, да, это не надо, это украинцам не надо, потому что украинцам нужна двухпартийная поддержка, но при этом понимать, что Трамп это дракон, в пасть которого засовывать голову и надеяться на то, что на двухпартийную поддержку, это наивность на уровне Навального, поэтому делать какие-то такие выводы, что с одной стороны нужно не поддерживать, а с другой стороны поддерживать, как бы вот это все, это мешанина, я понимаю, и поэтому важно прислушиваться к тем, кто тебя поддерживает, поэтому, когда президент Байден приглашает Елену Зеленскую приехать на речь, то я бы, если бы я был госпожой Зеленской, я бы поехал, но я не госпожа Зеленская, и у меня нет мужа, который есть у него, у нас совсем другая жизнь, другая ситуация, и я понимаю ее, но я просто вот как бы таким образом делаю определенные выводы, потому что я вижу, что Байден хочет помочь Украине, соответственно, когда Байден что-то предлагает, к этому нужно относиться не враждебно, а дружелюбно, с пониманием того, что вам хотят лучшего, и когда вам что-то предлагает Трамп, то также нужно относиться к этому с опаской, понимая, что вас хотят использовать, каким образом вас хотят использовать, и возможно, это совпадает, такое может быть, с вашими интересами, хорошо, этот момент нужно учесть, но понимать, что вы работаете с человеком, который работает на вашу оппозицию, попытается вам навредить, и просто надо понимать это, и все, и работать с трезвым взглядом дальше. Мне кажется, что, например, министр Кулеба вполне эту работу в этом смысле четко понимает, видит разницу между агитацией и дипломатией, это замечательно. А то, что приехал Орбан и пообщался с Трампом, я понимаю, Флорида вообще такое прекрасное место для, наверное, из Венгрии, из зимней Венгрии, приехать, так сказать, разморозиться, там по пляжу походить, в тапочках, в футболочки, там прикупиться, какие-то сувениры, это, конечно, круто, я понимаю, Флорида, там половина России сейчас, кажется, живет, но, с другой стороны, это Трамп, который, он не может выехать сейчас за пределы страны не просто потому, что он подсудимый, это еще можно, а вот залог поставил, молодец, он кандидат в президенты Соединенных Штатов, конечно, как антиамериканский кандидат, который избирается против Америки, он может сейчас, ему бы, наверное, предстояло бы съездить в Кремль и встретиться с Владимиром Путиным, ну, напрямую, потому что он ведет антиамериканскую политику и Трамп, и Путин. Но обычно традиция то, что президент не покидает, кандидат президента не покидает страну в год выборов и, ну, видимо, к нему решили приехать, подчеркнуть, насколько он важен на поклон. Знаете, как мы с вами обсуждали, как к Си в Китае ездили разные люди, вот этот поехал, значит, кто кому поехал. На уровне диктаторов это имеет большое значение, кто кому поехал. И в данной ситуации Орбан поклоняется Трампу, а Трамп у него простая логика. Если вам нравится Трамп, то вы нравитесь Трампу. И поскольку Орбан радостно заявляет, что ему нравится Трамп, а Трамп радостно заявляет, что есть великий, то ли турецкий, то ли венгерский, вот Трамп путает, великий лидер Орбан, то вот они и встретились два таких подлиза, нарцисса, на чём и базируются их отношения. Это очень приятно, что они вместе, но это ещё говорит с нашей американской точки зрения о том, с кем общается Трамп, потому что мы видим, что приличные люди, к нему в гости уже не ходят. К нему ходят нацисты, фашисты, расисты, Виктор Орбан, так что вот такие гости. Это то, что произошло с 15-го года, потому что вначале на него республиканцы смотрели как на надежду, он им поможет проломить, поможет достичь их целей, понизить налоги, это вечная мечта республиканца, понизьте мне налоги. Ничего в жизни нет лучше, что государство может сделать, чем просто понизить мне налоги. Но понимание того, насколько Трамп опасен, есть, и люди отходят от него, а определённые люди подходят ближе. Вот, наблюдаем. Что ж, будем наблюдать так же вместе с вами и дальше. Благодарю вас, Юрий, за время, которое вы для нас нашли, ну и за интересный разговор. Спасибо вам за интересные вопросы. Дякую, друзья, Юрий Рашкин. Мы узнаваться, депутат окружных сборей вокруг Рок, штату Висконсин и ведущий канал Рашкин Репорт. Дякую вам, что смотрели так уж до конца. Закликаю, ставьте подобайки, ну и, звісно, пишите ваши комментарии, в плане нам вам есть что сказать, ну и пережить себя кожу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова